Дело о незаконном нефтезаводе. Почти 4 месяца прокуратура обвиняет директор ООО «Интерком» Александра Шестоперова в незаконном создании НПЗ. И вот на этой неделе задержан еще один соучредитель компании Владимир Гончарук. Защита с предъявленным обвинением не согласна и видит в деле много нарушений. С репортажем из зала суда наш корреспондент. Этот повод заседания в Октябрьском районном суде уже успел стать скандальным. На скамье подсудимых бизнесмен Владимир Гончарук. По мнению защиты, честный и принципиальный коммерсант. По версии следствия, совладелец нелегального бизнеса. Учредитель ООО «Интерком» Гончарук Владимир Николаевич в действии в составе организованной группы совместных директором общества Шестоперова Александра Владимировича осуществляет деятельность по переработке нефти путем эксплуатации нефти в прорабатывающей установке. Возмущают адвокатов явные нарушения в следствии и бесчеловечное отношение к обвиняемому. Чтобы доставить Гончарука из больницы на первое заседание, по словам адвокатов, полиция оказала давление на медперсонал. Через несколько часов Владимиру стало плохо и пришлось вызывать бригаду скорой помощи прямо в зал суда. Кроме того, от процесса были отведены адвокаты Юрий Попов и Снежана Мунтян. «По надуманным версиям следствия я принимала участие в защите прав свидетелей по данному уголовному делу. Якобы те свидетели давали изобличающие показания в отношении моего подзащитного, но это не так. И тем более, что следователь Масляева в опровержении моего довода об этом не представила никаких доказательств». И вот теперь второе заседание. Судья поменялся, а значит по закону дело должно разбираться заново. Но отстраненных адвокатов так и не вернули. Сам Владимир Гончарук считает свой арест незаконным, а дело – заказом конкурентов компании «Интерком». Уже на протяжении нескольких месяцев уполномоченными органами проводится проверка по факту незаконных действий следователя ГСУ Екатерины Масляевой. «Несмотря на то, что подсудимый изъявил желание сотрудничать со следствием и приходить на допрос с адвокатом, суд вынес решение оставить бизнесмена в следственном изоляторе до 24 сентября. Защита обещает обжаловать решение.